Продолжение следует... 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 Это те учебники, которые готовы к выпуску, это новое поколение, и обратим внимание на саму структуру учебника, те изменения, важнейшие доработки, которые внесены в учебник, и на то, как было переработано содержание в свете требований, предъявляемых стандартам к современному уроку. Вот достаточно много вопросов, но я так думаю, что мы сегодня сумеем все достаточно полно рассмотреть. Я думаю, что сейчас меня слушают не только учителя, которые уже работают по учебникам русский язык Людмилы Федоровны Климановой, но и те учителя, перед которыми стоит проблема, какой учебник брать в работу. Потому что многие из тех учебников, которые были в доработке, так сказать, которые не вошли в федеральный перечень 2014 года, они, конечно, уже не могут быть использованы в работе при обучении детей русскому языку. И стоит вот эта проблема, какой учебник выбрать. Поэтому я начинаю, в общем-то, как вот иногда есть такое выражение, от печки. Что же имеет учитель, беря за основу учебники Людмила Федоровна Климанова «Русский язык»? Это, конечно же, программы, рабочие программы, в которых дано очень подробное тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности самих детей, с описанием по существу деятельности учителя и приемами, которые возможно применить методическими приемами, работая с содержанием учебника по тому или иному разделу русского языка или по той или иной теме. Это один момент. Что я хочу сказать еще о тематическом планировании, то оно у нас вот такое особое. На сайте в свободном доступе, совершенно бесплатно, вот это и подразумевает свободный доступ, да, для скачивания, представлены варианты тематического планирования, которые предложены примерной основной образовательной программой 15-го года. Четыре варианта, да, вот у нас там было примерной основной образовательной программе. И вот данная рабочая программа именно в трех вариантах. Для учителей, которые реализуют эту программу, работая по пятидневной неделе, для учителей, которые реализуют эту программу, работая по шестидневной неделе, ну, понятно, что обучение ведется на русском языке. И третий вариант. Для тех учителей, которые реализуют эту программу, обучая русскому языку, Обучение ведется на русском языке и одновременно изучается один из языков народов России. Ну, это уже родной язык. Вот это третий вариант. Так вот, все три варианта расписаны по-часово. То есть, если учитель возьмет и откроет, ну, скачав, естественно, эту программу сайта, откроет соответствующие страницы, и вам будет достаточно удобно и легко распределить вот эти часы, уже непосредственно создавая свою рабочую программу учителя. На что еще обращаю ваше внимание, что является вот таким очень хорошим моментом рабочих авторских программ, это приложение, ну, вот оно так тут названо, как-то так легко достаточно, приложение, хотя на самом деле это очень важная составная часть рабочей программы. Это планируемые результаты изучения курса «Русский язык» по классам, годам обучения, где обозначены планируемые результаты личностные, метапредметные, я имею в виду здесь и познавательные, то есть буквально весь вот этот блок метапредметных расписан именно тоже конкретно каждому классу году обучения. Ну и, соответственно, предметные результаты, я имею в виду курса «Русский язык», также совершенно четко расписаны по видам речевой деятельности, по разделам русского языка в зависимости от того, какой класс вас интересует. То есть достаточно удобная рабочая программа авторская для того, чтобы создавать свою рабочую программу, ориентированную на каждого учителя и каждый конкретный класс. Давайте посмотрим также коротко состав учебно-методического комплекса. Ну, вы видите, это учебники, пока старый формат, конечно, вы здесь видите, русского языка в двух частях, соответственно, рабочие тетради, которые соотнесены по содержанию, по тем приемам, уже заложенным Людмилой Федоровной Климановой. Вы видите пособия для диагностики и коррекции. Здесь у нас тетради учебных достижений, их три, соответственно, классам. И четвертая тетрадь, она на выходе. Тесты практически мы, это направление закрыто. То есть это очень удобная форма для того, чтобы чуть ли не в режиме онлайн определять проблемные места в обучении детей русскому языку. Проверочные работы готовы с первого по четвертый класс, как вы видите. И, конечно, методические пособия с рекомендациями авторскими вы тоже видите сейчас перед вами. Но это еще не все. Для работы есть возможность привлечения дидактических пособий. Это рабочие словарики, четвертый, вы видите, четвертая часть, это новое, то, что вот у нас вышло. Это тетради, также с первого по четвертый класс, волшебная сила слов. То есть это тетрадь по развитию речи. Вообще уникальное пособие, которое может быть использовано во внеурочной работе, как особый вот такой факультативный курс. Вы видите диски, ну это диски сейчас, раньше они у нас были обязательным приложением к учебнику, а сейчас они в свободном доступе, вот свободный подразумевает бесплатно для скачивания на сайте. Достаточно зарегистрироваться. Вы видите читалочка Климановой, которая может быть использована не только в период обучения грамоте, но и обязательно в систематическом курсе русского языка, особенно первого класса. И, конечно же, словарик Александра Александровна Бондаренко. Вот кроме вот этих рабочих словариков, это орфографический словарик, уникальный. Но мы о нем уже и обо всех этих дополнительных дидактических пособиях говорили. Я надеюсь, что, войдя на сайт, есть возможность демонстрационного формата этих пособий, посмотреть несколько страниц и увидеть, насколько вот эти вот словари Бондаренко, они действительно уникальны и необходимы для успешной, эффективной работы по обучению русскому языку. Итак, вы увидели вот все то богатство, которое предоставлено авторами прежде всего, авторским коллективом. Конечно, здесь большая роль еще и за методистами, потому что их большой труд здесь же у нас реализован. И, конечно, само издательство постаралось очень качественно, издав эти пособия. Все работает на то, чтобы вот заложенные в курсе русский язык Людмилы Федоровны Климановой было реализовано на уроке. Конечно, вот сейчас я не случайно это многообразие показала, потому что вопрос, он очень такой у нас актуальный, животрепещущий. Вот не позволяют, вот не дают, вот запрещают. Но давайте все-таки подумаем о том, что мы с вами живем в 21 веке, и работать по одним учебникам, и уходить на вот этот просто очень тяжелый, изнурительный труд учителя вечером, подготовить необходимый дидактический материал, это не путь. Это вообще, конечно, тупиковые направления. Уходить на работу в тетради вот с этой разлиновкой и этим ограничиваться, это тоже не путь. Поэтому я нарочно сейчас начала наш разговор именно вот с этого богатства, разнообразия, который позволяет работу учителя и ученика сделать наиболее эффективно и успешно. Итак, курс «Русский язык» Людмилы Федоровны Климановой. Я говорю сейчас, называю, конечно, фамилию, как говорится, ведущего автора. Это тот, кто человек, который вложил свою душу вот в этот проект, в создание этой предметной линии учебников «Русский язык». И говорим о основе этого курса. Это система, функциональный подход. Как он проявляется? В чём он проявляется? По существу, это и теоретические сейчас у нас выкладки, и в то же время мы будем всё это рассматривать на страницах наших учебников. Как нужно изучать русский язык, чтобы по существу это была именно реализация системно-функционального подхода? Прежде всего, это многоаспектные задания. То есть совместное изучение вообще всей системы языка. Это и фонетика, и словообразование, это работа с лексическим значением слова, это работа с грамматическими основами русского языка, то есть и морфология, и синтаксис. То есть задание, которое, я имею в виду упражнение, включает в себя практически выход на все разделы языка. Мы постоянно с вами говорим о том, что задание, упражнение на уроке не должно быть пять, шесть. Их может быть два, три, иногда вообще может быть одно. Но работая с ним, мы по существу работаем со всеми разделами русского языка. Вот это и есть многоаспектные задания. Это один момент. В чем еще проявляется системно-функциональный подход? Конечно же, системно мы поняли, система языка. А вот теперь вторая составляющая, функциональная. А ради чего это все изучается? Помните, часто звучащая фраза детей? А вообще зачем нам русский язык изучать, если мы и так на русском языке говорим? Зачем? Функция языка. Функция главнейшей, важнейшей общения. Вот для чего изучается система языка. Для того, чтобы показать правильное, эффективное общение средствами языка в разных ситуациях. В разных ситуациях общения. Вот это и было основой, которая позволила Людмиле Федоровне Климановой действительно заняться этой проблемой и подумать, какие же учебники создать, чтобы вот это все возможно было реализовать. Следовательно, вся эта работа должна быть направлена прежде всего на развитие коммуникативно-речевых способностей. То есть эффективного, успешного общения. Раз. Но и не только. Обучая языку, мы не только обучаем общению, но мы еще и ребенка развиваем в плане мыслительной деятельности. То есть развиваем его интеллектуальные способности. Ну, а сейчас буквально несколько слов о самих принципах, которые положены Людмилой Федоровной в основу, в фундамент своего курса. То есть то, что было обязательным, системообразующим при создании вот этой серии учебников. Первое, конечно, гуманистический принцип. Я сегодня очень кратко остановлюсь вот на этих моментах. В основном, конечно, это рассчитано на тех учителей, которые впервые слушают какую-то информацию о учебно-методическом комплексе «Перспектива» и конкретно в курсе «Русский язык» Людмила Федоровна Климанова. Ну, а нам, тем, кто знает, не понаслышке об этих учебниках, а может быть, даже уже и работает по ним, это тоже отправная точка для того, чтобы активизировать все свои знания, вот такие основополагающие по данному курсу и, соответственно, себя проконтролировать. А у меня в работе это проявляется, а я не ухожу от этих принципиальных позиций. И так гуманистически. Кто-то думает, вот особенно те, кто впервые слышал, так это, позвольте, это практически во всех учебно-методических комплектах этот принцип заявлен. Как на это отвечает сама Климанова? Да, если мы откроем программу, мы увидим, что в центре обучения находится личность ребёнка. Всё, вот это заявили и пошли дальше. Климанова же на этом не останавливается. Она начинает вот как будто докапываться именно до сути. Итак, личность ребёнка. А что же такое личность? А что является основополагающим в этой личности? А основой личности ребёнка будут ценности. Так, стоп. У нас о ценностях ещё и там, и вот вроде как вот у того-то в его методичке было сказано. Но там тоже остановились на данном уровне ценности. А Климанова дальше идёт. А ценности так и останутся просто словами. Если мы эти ценности не будем не просто знакомиться с ними, осваивать, усваивать, а делать их своими. То есть принципами своего существования. А это возможно только в общении. И Климанова выходит на следующую ступень. Она говорит о ценностных отношениях. То есть опять функции, опять деятельность. И вот в этой деятельности, конечно же, идёт освоение ещё и предметной, естественно, области. Русский язык. И посмотрите, как вот плавненько от одного принципа мы переходим к другому. Конечно, это коммуникативно. Вот почему. Вот эта функция языка, важнейшая функция, как средство общения, она становится для Климановой и её вот этой команды сплочённой чуть ли не знамени. Вот во имя чего. То есть ценностные отношения, овладение средствами языка для успешной коммуникации. И посмотрите, учебник первого класса русский язык, первая часть, ну, у нас русский язык в первом классе одной части, но я не оговорилась, потому что если мы возьмём учебники второго класса, аналогично третьего, четвёртого, мы увидим, что изучение начинается, вот этих классов лет обучения начинается именно с этой темы, с темы общения. Но это не значит, что это первая тема, мы её прошли и забыли. Вот об этом чуть-чуть позже. Но давайте посмотрим на то, с чего начинается каждый класс, год обучения. Итак, как вы приветствуете себя? Как вы привет... Извините, своих одноклассников. Как вы приветствуете учителя? Как вы здороваетесь с мамой, с бабушкой, с незнакомым и знакомым. Видите, разные, разные совершенно ситуации общения, и оказывается, слова-то тоже будут абсолютно разные. Потому что некоторые фразы, которые мы употребляем в разговоре с незнакомыми людьми, они совершенно неадекватно звучат при общении с близкими, родными людьми, а ещё более неадекватно при общении со своим сверстником. Если это бытовое, такое товарищеское, тесное общение. И вот это постепенное рассмотрение выводит речевых ситуаций, выводит на то, что мы в любых разных условиях должны понимать, что выуживать из этого русского языка. То есть, что, какую рыбку ловить вот этой удочкой. То есть, по существу, всё обучение языку – это обучение тому, какую рыбку правильнее нам поймать, если вот таким сравнением обойтись. Конечно, общаться, и вот посмотрите, я для вас нарочно, овалами выделила вот эти важнейшие этапы урока. Конечно, общение требует не только знаний, какое средство языка нам правильнее, то есть какое слово, какое выражение, какую фразу и так далее, но и выполнение определенных норм, норм общения, культуры, этикета и так далее. И вот здесь тоже очень интересный разговор, он идёт в последующих классах, когда мы начинаем понимать, что вот эти нормы этикета меняются с ходом истории. И вот таким образом изучение языка становится, ну, если выражаться терминами институтскими, историческим. То есть мы чувствуем язык как развивающийся организм. Что-то у него уже устарело, что-то является актуальным и очень необходимым в данный момент, и что-то появляется и нарождается. Вот это ощущение изменений очень важно. И если учитель видит, а у Климановой это очень такими вот моментами обозначено, можно, конечно, вести об этом разговор. Но сейчас перед нами первый класс. И я привлекаю волшебную силу слов вот эту тетрадь по развитию речи, которая состыковывается вот с этой темой, изучаемой в классе. Поэтому я говорю, что очень хорошо использовать эти пособия для организации внеклассной ли работы, факультативного ли курса. Тем более, что, в общем-то, есть рекомендации самих авторов, как это можно сделать. Это на сайте. И посмотрите, как ты думаешь, в каких случаях вот можно сказать, и вот даже уже в первом классе есть возможность, есть возможность поговорить вот именно об изменении правил этикета в зависимости от того или иного исторического процесса. Да, у нас там эпохи разные обозначены. И всё это выходит, вот я, может быть, чуть рано предыдущий слайд перелистнула, всё это выходит, переводится обязательно в речь. То есть, посмотрите, какая получается модель изучения языка у Климанова. Мы начинаем с анализа каких-то конкретных речевых ситуаций или ставим проблему, связанную с разными речевыми ситуациями. Выходим на то, что нам даёт язык, русский язык. Вот здесь мы изучаем как раз нужный нам раздел. И затем вот это новое знание, которое состыковывается, которое наращивается, которое вот доформировывает старые наши знания, оно выводится опять в речь. Итак, речь, язык, речь. Вот так должно идти обучение языку. И здесь то, что дети узнали, кто-то, может быть, узнал, он вообще не узнал об этом этикете. Мы выводим опять в те речевые ситуации, которые моделируем, которые предлагаем детям для того, чтобы их осмыслить. Давайте посмотрим все те же страницы первого, первой темы учебника первого класса русский язык. Но оказывается, мы в общении используем не только язык, речь, да, общаемся посредством, но мы еще используем, конечно же, всякого рода не языковые средства общения. Это жесты, это мимика. Вот это все тоже говорящие. И здесь на данных страницах дается содержание, которое позволяет проанализировать не языковые средства общения, их уместность или неуместность, просто невозможность использовать. То есть прямой выход на опять же моделируемые речевые ситуации на уроке. Вот не могу не сказать о том, что сюда можно привлекать и достаточно простые, поскольку это первый класс, пословицы и поговорки, чтобы они уже на эти жизненные, не только речевые, да, они у нас прежде всего жизненные ситуации, они состыковывались с пословицами и поговорками. И тем самым, начиная с первого класса, мы готовим детей не только к более глубокому, более мудрому осознанию многих жизненных вот этих фактов, явлений, не только обогащаем их речь вот средствами народной мудрости, пословицы, поговорки, но мы их, извините, просто элементарно готовим к одному из заданий всероссийской проверочной работы по русскому языку. Вот эти все механизмы мы, конечно, должны видеть в учебниках, которые перед нами сегодня. И мы говорили о одном, как говорится, виде общения, устном общении, устной речи. Но понятно, что есть в классе умницы, и я могу подвести их, как учитель, к тому, что какая-то там умненькая Леночка начнет тянуть руку и говорит, но ведь у нас еще есть и книги. А это уже письменная речь. Вот замечательный выход, вот видите, как логично построена эта тема у Климановой выход на письменную речь. Оказывается, и говорить-то надо так, чтобы тебя понимали, об этом у нас упражнение 34-е, ну и соответственно, как вывод 35-е, все в том же учебнике первого класса. Говорить надо так, чтобы тебя поняли. А для этого, вот, это то, о чем я говорила чуть ранее, это объяснение того, по существу, это учебная мотивация того, что нам действительно нужно учиться языку, для того, чтобы нас поняли, для того, чтобы общение было нам и вашему собеседнику приятным. И, конечно же, вот письменная речь. Здесь мы читаем, здесь мы работаем, ну, конечно, насколько это возможно, по существу идет аналитическое чтение, отрывка из рассказа Аркадема Петровича Гайдара «Чук и Гик». И мы просто поражаемся, как в одном предложении жил человек в лесу возле синих гор. Сказано практически наполовину вся история этого человека. Ну, а дальше там, естественно, тоже необходимые нам сведения. Но вот в одном предложении, во-первых, человек, во-вторых, в лесу, в-третьих, возле гор, да не просто возле гор, а возле синих гор, и начинается так, как, жил, это почти как сказка, жили-были, вот это всё могут заметить дети, и мы им даём возможность это сделать. И в отличие вот от героя стихотворения Мамашковской, здесь в одном предложении очень много информации. Это не значит, что оно большое, оно как раз буквально практически на одну строчку, как это сказано. Увидеть, заметить, подумать о том, что мне надо тоже этому научиться. Это всё было у нас вот по существу с вами иллюстрацией того, как реализуется в учебниках русский язык коммуникативный принцип обучения языку. И вы видите ещё один важнейший принцип, тут даже нельзя сказать, какой важный, какой важнее, какой менее важный. Они также действуют, эти все принципы в системе, их вообще даже искусственно невозможно развести. И мне очень трудно было, ну вот это я нарочито делаю, определяю принцип и привожу примеры, но мы же можем вот сразу и по тем предыдущим страницам сказать, так позвольте, для того, чтобы нам выявить, как проходит общение, как я должен общаться, я должен, во-первых, вычитать информацию, представленную в виде рисунка, то есть увидеть там какие-то жесты, правильные, неправильные, мимику и так далее, и подумать, то есть это спрогнозировать, как, какими фразами, каким словом я могу осуществить приветствие или попрощаться, ну и так далее, то есть по существу мы говорим сейчас о тех действиях, которые мы определяем в разряде познавательные, универсальные учебные действия, то есть это умение проводить всякого рода мыслительные операции, это умение работать с текстом, с информацией, очень такой вот он насыщенный этот раздел данных метапредметных умений. И давайте посмотрим, вот я предлагаю вашему вниманию сейчас уже страницы, которые начинают второй класс, первая часть, по существу та же тема, вы видите, мир общения и опять собеседники, собеседники. здесь, конечно, представлен очень большой материал, здесь есть и опять рисунки, которые, из которых мы должны вычитать эту информацию так нам важную, кто вежлив, кто нет, почему, как ты догадался, ведь это построение своих высказываний, это коррекция своих высказываний одновременно осуществляется, то есть посмотрите, здесь включаются конечно всякие разные все без исключения направления развития общего развития ребенка, то есть мы работаем и с регулятивными универсальными учебными действиями, и с коммуникативными, потому что я должен мысленно проиграть, то есть представить вот эту речевую ситуацию и увидеть насколько здесь проявление опять знать нормы, нормы общения, обратите внимание, здесь еще у нас и опять выход в историю, потому что вот снять шляпу и вот так вот мы можем вот так вот поприветствовать сегодня кого-то друг друга, но это будет, это можно, но это уже будет выглядеть комично, это, как дети говорят, это прикалываемся мы, то есть это в виде некой такой шутки можно сделать для того, чтобы разрядить какую-то обстановку и так далее, все вот эти все вопросы есть возможность оговорить, задать, потому что здесь мы выходим и в жизненный опыт тех детей, которые достаточно крепко, уверенно вошли в школу, в школьное обучение и те, у которых все-таки в силу ряда обстоятельств вот этот жизненный опыт достаточно беден, он слушая, общаясь, а тут еще у нас в классе проигрывания идет, он набирает, дополняет вот те крохи, которые у него были сформированы, заложены в дошкольном периоде, ну, я еще раз говорю, в силу ряда обстоятельств. Итак, а поздороваться, а попрощаться, как? А со взрослыми опять разная ситуация, но дети уже во втором классе, конечно, у них достаточно для этого знаний. И посмотрите, опять мы от устного общения, от устной речи, мы, конечно, перейдем к письменной. И нам предложено поработать с письмом. Здесь есть и задания орфографического характера, но мы начинаем, конечно же, еще и с норм. А что же включается, что должно включать в себя письмо? Что оно? Какие обязательные составляющие? об этом мы говорили в первом классе. И в начале второго, конечно, мы об этом вспоминаем. И уже на уровне другом, на следующей ступеньке возрастной, мы работаем с данным содержанием. Конечно, здесь у нас есть возможность с детьми не только вспомнить что-то изученное ранее, но и мы можем пробудить детей к активной мыслительной деятельности вот тем содержанием заданий, которые здесь предложены. Здесь у нас и возможные варианты того, как здороваться и прощаться. То есть вот выбор. И сразу аналогично переходим к письму. А мы всё в этом письме, а мы видим, что здесь не хватает некоторых позиций в этом письме, а что здесь удобнее? И возвращаемся на четвёртую страницу. Дорогой мудрик, а чего нет? А нет, здравствуй. И конечно же вот это содержание двух страниц взаимодополняет друг друга. Это тоже метод, это тоже приём, который учитель должен видеть и использовать в своей работе. Сейчас я хочу немножечко вот остановиться на том, что даёт нам учебник. Поскольку мы тут находимся сейчас на анализе познавательного нашего принципа, что даёт нам учебник в плане формирования и развития универсальных учебных действий. Мы, учителя, часто остаёмся в плену словесных формулировок. Мы думаем, что если у нас есть формулировка «подумай» в задании, следовательно, мы формируем здесь мыслительные операции, развиваем мышление ребёнка. Если есть у нас в задании слова «проверь себя», то мы явно работаем и вот именно здесь мы должны и только здесь мы должны работать над формированием и развитием регулятивных универсальных учебных действий, а именно коррекции, контроля, оценивания и так далее. Если написано «выполни самостоятельно», то вот здесь и только здесь мы развиваем в ребёнке самостоятельность. Но что у нас часто бывает в разговорах с детьми? Ребёнок так и говорит, вы знаете, вот нам некогда думать, нам нужно быстрее отвечать. Вот так учитель приучает, быстрее отвечать. А нужно было дать время, нужно было учителю вычитать, ну, конечно, условно, вот эти принципы, этот механизм формирования универсальных учебных действий, который просто заложен в содержании и методический аппарат учебника. То есть учителю обязательно, готовясь к уроку по нашим вот этим учебникам, ну, я так думаю, что практически по всем учебникам, нужно обязательно проанализировать методический аппарат. И, конечно, есть вот такие моменты, которые помогают сделать работу эффективнее. чуть позже об этом, чуть позже. Итак, моделирование речевой ситуации, оно, посмотрите, по существу, о чем мы говорим, мы опять говорим о коммуникативном принципе. И в то же время, поскольку моделирование, то нужна некая модель. И Климанова, начиная со второго класса, об этом в первом классе только идет на слух, на восприятие, на проигрывание, а вот сама модель появляется вот на этих страницах учебников. И по существу речь идет, ну, здесь у нас третий класс, да, о создании модели. Так вот, к третьему классу посмотрите, какая создается модель. У нас есть участники общения, то есть кто с кем говорит, или кто кому говорит. у нас есть процесс, говорит, и в третьем, это был второй класс, а в третьем классе добавляются еще, добавляются вопросы, хотя о цели общения мы с детьми говорим еще в первом классе, но я еще раз говорю, а модель как таковая уже зрительно готовая дается в учебниках третьего класса. Это цель общения. С какой целью? Зачем мы общаемся? Это обязательно составляющая модели общения и, конечно же, условия общения. Вот это то, что будет добавлять данную модель. То есть для того, чтобы коммуникация, а опять речь идет о коммуникации, была успешной, была эффективной, мы должны, приступая к общению, понимать, с кем мы говорим. Следовательно, мы должны для того, чтобы вот этот процесс у нас заработал, выбрать необходимые средства языка, то есть что говорим посредством каких слов, каких фраз, как говорим, это уже у нас что включается, не языковой, это интонация особая нужна, это жесты могут быть, это мимика, где-то нужно собой владеть, а где-то можно более горячо о чем-то говорить, но опять же соблюдая нормы общения для того, чтобы достичь цели общения, то есть той задачи, которая ставится, и учитывать, конечно же, условия, условия окружающие, исторические условия. Вот посмотрите, какая тоже многоярусная, многоаспектная модель общения создается от класса к классу, работая по учебникам Климанов. Вот не могу не обратить внимания, конечно, и на, поскольку здесь тоже у нас Аня-Ваня, то есть разговор двоих, даже сначала один говорит, а другой слушает, тут ведь тоже можно вот эту модель по-разному трактовать, или потом Ваня отвечает, а как, то есть вот это все должно быть в работе, но вот этот разговор может быть действительно диалогом, хотя диалог, он не подразумевает именно высококультурное, высоконаучное, то есть правильное со всех позиций выбор языковых средств. Спор тоже может быть диалогом, но мы здесь разводим немножечко, и может быть это и правильно сделано, что диалог, он должен быть продуктивным, спор может быть продуктивным, да, может иногда, то есть а почему бы и нет, и вы посмотрите, даже вот эта позиция, она предполагает, что разные точки зрения, разный выход, исходя из того, какой результат будет в результате, вот, простите за тавтологию, будет в результате, да, он будет продуктивным или он превратится, ну, понятно, спор может превратиться в ругань и так далее, то есть это будет непродуктивно, это будет неправильно, это будет неадекватно вообще самой, самой цели общения. Вот на всё это, конечно, нас нацеливают те задания, то содержание, которое имеется в учебнике. и не могу опять не привести пример рабочую тетрадь второго класса, где мы видим письмо, вот сама письменная речь, по существу здесь исторический процесс, как от рисунков мы постепенно переходили к письму словами. Почему? А может нам проще рисунками, тогда ни правила никакие учить не надо, давайте мы это сейчас сделаем и озвучим вот это письмо и увидим, какие разные варианты озвучивания дадут группы детей, которые работали на данном задании. Можно не давать это письмам, пусть они услышат, пусть они поймут, насколько рисунок всё-таки не даёт конкретики. Вот отдельные эти рисунки, так он видел этот поезд, или он приехал на поезде, или встречает кого-то приехавшего этим поездом. То есть варианты будут очень разные. И в таком случае здесь можно прочитать рассказ Киплинга о девочке доисторического периода, которая написала письмо и тот, кто принёс её письмо в племя, чуть не убили, потому что решили, что он, этот незнакомец, убил отца и так далее. А так было нарисовано, у неё просто уголёк сломался, а получилось так, что у отца сломалось копьё типа на рисунке, и он погиб, потому что незнакомец воткнул в него копьё, а она криво нарисовала. Получилось, что незнакомец не помог отцу убить животное, а убил самого. То есть вот это тут ложится на эти задания. Это содержание сказочное, конечно, но дети начинают понимать, слова нам нужны, нам нужно писать словами для того, чтобы речь была опять же понятной и только письменная речь в виде слов, предложений, которые состоят из этих слов, текстов, которые состоят из предложений, помогает нам чётко, правильно и главное достаточно сжато и быстро передать необходимую информацию. Всё во имя передачи информации, то есть опять во имя общения. Это, конечно, страница. И постоянное у Климановой в её учебниках присутствие того содержания, которое даёт возможность работать с информацией, представленной в разных формах. Вы видели уже схемы, вы видели рисунки, очень много всякого рода таблиц, которые анализируются. Вот сейчас перед вами этот пример. Конечно, один из важнейших механизмов работы учебника как методический инструмент для того, чтобы соблюдать единые требования обучения языку это как раз выход за пределы учебников в зону словарей. То есть это умение работать со словарями. Это очень важно. Начиная с первого класса дети приучаются работать со словарями. здесь они у нас орфографические словарики пока называются этимологические словарики. Это, конечно, не научный термин, но это показатель того, что пока тебе маленькая форма представлена этих словарей, но если у тебя возникнет потребность, ты можешь уже взять действительно настоящий взрослый словарь, который есть у учителя всегда. Самое главное это возможность обучить детей, научить детей или даже приучить детей искать, находить нужную информацию в других источниках и включать эту информацию, в данном случае информацию из словаря в контекст изучаемой проблемы. Это очень важно. Я пока на этом остановлюсь. Мне всегда вот этой работы у Людмилы Фёдоровны не хватало. Посмотрите, что у нас появляется в новых учебниках. И, конечно, давайте посмотрим следующее. Ещё один важнейший принцип это синейтический, то есть изучение языка как знаковой системы. Ну, коллеги, всё, о чём мы с вами говорили уже по существу, есть иллюстрация этого принципа. Я говорю, что разделить эти принципы, отделить их, вот это содержание, на этот принцип, это просто невозможно. Любое задание, любое упражнение у нас основывается, является по существу реализации всех данных принципиальных позиций, принципов, положенных в основу изучения языка. И, конечно, слово, работа со словом кладётся вообще как за основу, да, и мы по существу повторим то, о чём я говорила чуть ранее. Опять коммуникативная направленность курса и проявляется в том, что вот даже работая со словом, мы его берём из конкретной языковой ситуации, до этого страничка у нас была учебника, которая однозначно, вот такое задание, так специально было построено, оно выводило на ошибку, на ошибку образования формы родительного падежа множественного числа некоторых имён существительных, ну вот они у нас представлены здесь. И нам, конечно, вот эти ошибочные формы очень нужны. Если у меня дети, есть группа детей, которые не ошибаются, они достаточно уверенно чувствуют себя вот в этой проблеме, то у меня обязательно один ребёночек найдётся. И я ему вот это задание дам, нам нужна ошибка, потому что вот это конкретное речевая ситуация позволяет мне, ну и соответственно детям, выйти на мотивированность данной проблемы, вот изучение данной проблемы. То есть мы не должны ошибаться, нам нужно говорить правильно. Ну а для чего об этом мы уже сегодня достаточно говорили, конечно же, мы выходим на наблюдение. И обратите внимание, 48 задание и опять вот то, о чём я и говорил, вот она иллюстрация. То, что сейчас у нас вышло из речи, то, что мы осмыслили, как явление языковое, рассмотрели верные варианты, и, конечно, нам обязательно это нужно вывести в речь. 48 задание позволяет это сделать. Мы проигрываем по существу речевую ситуацию в магазине, где идёт торговля, конечно, и у нас много апельсинов, где у нас нет яблок, где у нас много ботинок и так далее. То есть мы опять вот в эту живую ситуацию речевую вводим то новое знание, которое было получено. Со словом, как вот семиотическим вот таким вот семиотической единицей языковой, мы, конечно, работаем не только в плане правильно-неправильно, но и в плане красиво, образно, и в этом смысле нам, конечно, помогают художественные тексты, которых достаточно, они в большом количестве, вот это словесное творчество, оно вошло и в новые учебники, где мы не просто говорим опять о разных текстах, что, какая задача этого текста письменной речи описать, а как это делает вот в данном случае Тючев, или как это делает Бунин, или как это делает Пушкин, кроет, воет, заплачет, крутяк, у него важнейшую роль играют глаголы, а почему, а зачем это нужно, а Бунину зачем нужны вот эти имена прилагательные, расписной, лиловый, золотой, багряный, веселый, пестрый, и мы выходим на настроение, которое мы должны обязательно открыть в художественном тексте, которое мы должны почувствовать, и, конечно же, сделать это своим, мы работаем со словом. Конечно, видите, многоаспектная тоже вот эта работа, и модель, и опять иллюстрация, здесь о чем речь идет, конечно, здесь семиотический принцип, мы работаем с языком как со знаковой моделью, больше того, мы даже используем здесь свои модели, мы выводим на модель слова, модель звуков и так далее, звукового состава слова, но мы только что с вами говорили еще и о том, что слово может рисовать, рисующие слова, вот я и говорю, многоаспектный подход, и в то же время и познавательный это принцип, мы здесь развиваем логическое мышление, потому что мы уходим от предметности, когда мы можем только вот положив на стол, ребенок понимает, о каком предмете идет речь, а читая слово, он даже не понимает, что слово по существу является обозначением предмета, пока очень трудно, предмет и слово многих детей расходятся, но вот этот переход постоянный от, я еще раз говорю, одного раздела языка к другому, в общем-то дает возможность детям решать эту проблему, ну и учителю соответственно организовывать эту работу по решению данных проблем. Вот что еще очень хорошо в наших учебниках? Теперь мы о принципах с вами поговорили, закончили пока на этом, а теперь о том, как учебник формирует, не только дает возможность, вот мы говорили до этого, осмысливать речевые ситуации, условия коммуникации, не только дает возможность развивать мыслительную деятельность детей, интеллект детей, детей, но и учебник формирует саму структуру деятельности, учебной деятельности ребенка. Ребенок научается тому, как работать с заданием. ребенок. Конечно, это все выстраивается в системе. Вот я хочу показать на примере одной темы, части речи, как по существу идет построение самой учебной деятельности. Тема части речи. Что такое части речи? Как вы понимаете название этой темы? То есть посмотрите. И больше вот на этой странице я могла бы сейчас перелеснуть на следующую. Вы тоже там не увидите ничего того, что дало нам бы определение, что такое части речи. То есть пока нет определения. Аналогично любые другие темы также выводят детей на правила. То есть правило не дается для заучивания. К правилу дети подходят. Они его сами открывают. И здесь части речи. Сразу хочу сказать, что конечно не может Климанова везде вводить рисунки. Во-первых, это не позволяет сам объем учебника. У нас есть четко ограниченное количество печатных страниц. не больше никак. Поэтому как вы понимаете название темы? Для своих слабых детей я использовала конечно же опору рисунки. Хотя многие дети понимают, что такое части. Части это на то, что развалилось целое. Из частей можно собрать целое. Почему я говорю, что здесь нужна некая визуальная опора, чтобы дети действительно понимали. Есть язык, вот есть наш русский язык, и он может развалиться, условно, конечно, не очень красивое слово, на части. Вот это будут части, потому что язык, пока у них это речь, это все в одном пока. Они очень трудно разводят, особенно в начальной школе. Это потом, к концу уже третьего, в начале четвертого класса, они начинают понимать, что язык это то, чем мы конкретно человек пользуемся, речь, это то, чем мы пользуемся, или говоря, или создавая какой-то письменный документ, мы работаем именно в режиме устной и письменной речи, то есть это проявление языка у каждого конкретного человека. Ну, опять, языка это вот та система, которая нам дана как носителем русского языка и тем, кто изучает русский язык. Так вот, здесь хорошо бы вот эту опору, чтобы дети поняли, что такое части, потому что я не случайно на этом сейчас остановилась так долго и подробно, потому что я задавала подобный вопрос ученикам основной школы. У них вот это понятие части речи так и осталось на уровне формальном, то есть они никак не могут это связать ни с какими частями. Части речи, что это? То есть нам нужно осознание того, что это группы слов большие группы слов, которые, ну, а дальше мы определим те признаки, которые позволяют распределять слова языка по вот этим большим группам, то есть по частям речи. Но пока вот это только самое начало. Мы не форсируем, не даем, я еще раз говорю, вот это определение прямо вот тут же буквально мы прочитали строки Чуковского, распределили и тут же дали части речи. Ну, а что, и так все понятно? Нет, им вообще это ничего не понятно. Их нужно к этому обязательно привести. Поэтому на первый взгляд очень простое упражнение. Многие учителя мне так и говорили, вот зачем оно нам нужно? Вот две звездочки, одна звездочка, зачем нам вот это вот делить. Коллеги, вы сейчас там сидите и, наверное, думаете, ну, действительно, а зачем вот оно нам нужно? Может быть, нам что-то посложнее здесь? Я еще раз повторю, потому что осознание части речи остается на формальном уровне. Давайте не форсировать, а постепенно вести. Мы распределили здесь, пусть у меня один ряд с одной звездочкой, другой с другой озвучили или в другом формате выполнили это задание, как вам будет удобно и угодно, но нам самое главное вывести детей на наблюдение. А что же это получились за группы? Вот Климанова пометила их одной-двумя звездочками. А что вы здесь заметите? Вот нам самое главное. нам не нужно заранее давать детям задание выпишите те слова, которые обозначают предмет, о предметности мы говорили, о действиях мы говорили, о признаке, обозначении признака, прилагательном, да, не называя части речи, мы говорили все это в период обучения грамоти. Но здесь нам нужно подвести детей, и это делается, потому что потом пошли у нас наблюдения. И обратите внимание, только следом включается вот это замечание профессора Самоварова, что слова вот таких груб, а это уже дети сказали, да, обязательно сказали, и мы должны попробовать их подвести, они могут. а профессор Самоваров может нам помочь сделать некое такое обобщение вывода, да, они имеют общие признаки, а какие, о каких признаках профессор Самоваров говорит, мы еще раз можем повторить, то есть мы включаемся в его вот эти замечания, но я хочу обратить ваше внимание еще на один момент, который очень часто уходит из работы учителя, они имеют не только общие признаки, но они имеют еще, оказывается, правила написания общие, и они имеют правила употребления в речи общие, вот она вам мотивация, и вот эту мотивацию должен видеть не только ребенок, а прежде всего это должен видеть учитель, вот для чего нам нужно изучать части речи, потому что уже были такие разговоры, зачем нам их вообще это учить, может быть обойтись, так нет же, не зная того, какие группы могут быть распределены слова, нам очень трудно говорить о правилах написания этих слов и правилах употребления речи, вот она эта мотивация, вообще работая вот с этими сведениями, с этими замечаниями, сведениями о языке, которые даются здесь Самоваровым, которые у нас в диалогах Ани и Вани здесь будут встречаться и встречались и Ани и дальше, это работа с учебным текстом, дорогие мои. Поэтому, конечно же, здесь должно быть, должно присутствовать аналитическое чтение. Я не говорю, что все эти куски мы должны прям вот так вот вычитывать. Это опять разные подходы могут быть осуществлены, но то, что в учебнике вот этот прием, этот метод заложен аналитического чтения, по существу здесь маркировка сделана, мы должны, конечно, использовать. И дальше у нас пошло, обратите внимание, по существу идет описание образца деятельности. То есть мы, как нам распределить, вот 93-е задание дает нам этот образец того, как распределить слова по этим группам, по этим частям речи. Мы должны понимать, что обозначает это слово предмет ли, действие ли, признак или предмет в дальнейшем там у нас будет. И следующий у нас момент, обратите, вторая зелененькая полоска соединяет, это задать вопрос. Но на этом мы не остановимся, потому что профессор самоваров нам сказал, что у нас еще есть и общие правила употребления в речи, общие правила написания. А это уже грамматические признаки, которые мы будем изучать в следующих классах, в третьем классе, в четвертом классе, и вот там создастся вот такая правильная научная картина того, почему большие группы слов у нас разделяются и называются частями речи. То есть вот выходим на все научные признаки распределения. Вот только обратите внимание, на третьей странице у нас появляется вот внизу для вас я выделила овалом по существу определение ну условно определение вот кстати этих определений у нас быть должно как можно меньше потому что начальная школа это представление это представление ребенок должен представлять вообще понимать о чем идет речь и своими словами доносить объяснять пояснять доказывать аргументировать и так далее вот так строится эта работа по тому вообще как должен ребенок подходить к любой проблеме первое мы видим наблюдение да помните там у нас отрезочек из Корнеева Чуковского был затем мы начинаем сравнивать сопоставлять допустим пусть у нас будут бинарные вот эти вот материалы для наблюдений то есть когда две группы по признакам выделяя существенные и пошли у нас следом уже как вывод по существу описание образца деятельности по решению какой-то возникшей проблемы в данном случае распределение слов по частям речи при этом мы видим что у нас информация тоже представлена в разных формах и есть возможность даже преобразования полученной информации из одной формы в другую то есть активно идет работа и над предметными знаниями в данном случае части речи и конечно вы видите развитие мыслительной деятельности активнейше в самых разных формах и в то же время конечно же это коммуникация но коммуникация здесь вот на этой теме особая здесь мы работаем с учебным текстом даже с несколькими текстами я вам говорила это аналитическое чтение это аргументирование опять своей позиции это соотнесение своей позиции с позиции профессора Самоварова или Ани Вани кто из них ближе это коррекция своей позиции коллеги вы видите сколько это еще не все сколько много направлений для развития именно метапредметных универсальных учебных действий здесь предполагается ну и конечно же наблюдение за языковыми явлениями вот я сказала вам на третьем классе это по существу выход на то что часть речи еще имеют не только по существу предметность признаковость действия общие вопросы но это еще и одинаковые общие грамматические признаки вот замечательное задание оно не единственное у Климановой которое помогает ребенку понять что в слове еще есть некая грамматическая форма которую мы тоже можем достаточно легко услышать это очень важно для развития речевого слуха на момент написания диктантов где у нас тоже встречаются грамматические ошибки потому что ребенок может быть даже неправильно услышал как звучит допустим некое словосочетание в диктанте и здесь вы наверняка заметили что слова не имеют привычного знакомого нам всем значения но мы чувствуем что какое-то слово обозначает предмет какое-то слово обозначает признак этого предмета какое-то действие и мы работаем уже распределяя их по данным частям речи в третьем классе но не заканчиваем на этом работу а можем мы определить какого рода а можем мы определить когда это было время глагола а как ты догадался что это в общем к имени прилагательному относится и конечно же признаки здесь грамматические здесь род число подвиж но прилагательный род только конечно в единственном вот маркировка текста механизм для аналитической работы и создание коммуникативного пространства я сейчас предлагаю вам посмотреть на учебник третьего класса первой части вот на вот этот важнейший составляющий компонент это самоваров Аня Некоторые учителя ну понимают что это да вот здесь диалог полилог это поможет мне но коллеги это не все это не только для того чтобы заинтересовать это даже не для того чтобы только замотивировать просто втянуть в учебную деятельность я сейчас не читаю вот эти разговоры с профессора и детей вы глазами их просматриваете для чего это еще самое главное для чего вот этот прием методический для того чтобы через игровую по существу ситуацию а здесь у нас да она ну что это уже когда идет этот полилог это по существу мы включаемся в некую ну я не знаю инсенировку что ли через игровую ситуацию мы по существу создаем сейчас возможность мотивации учебной раз а через эту мотивацию через интригу а здесь интрига позволяет сделать создать вот эту мотивацию мы выводим детей на целеполагание вот ради чего где только вы видите вот этот прием используемый автором конечно вы сразу должны понимать во имя чего это используется чтобы дети прочитав по существу проанализировав эти учебные тексты проиграв их возможно включившись вот в ту или иную роль того или иного персонажа понимает он а почему он не понимает тоже очень интересный ход действительно осознал те задачи те цели которые стоят на этом уроке если у нас этот этап по существу начинает да или это может быть даже на каком-то отдельном этапе даже не первом этапе урока то есть это может возникать нескольких моментах фрагментах этапах урока это очень важно по существу мы понимаем что вот этот прием это пусковой механизм учебной деятельности которую мы должны организовать с детьми на этом уроке это пусковой механизм я по-другому не могу никак даже и сказать конечно вот вот этот прием шаги к умению это тоже формирование структуры учебной деятельности как я должен решить проблему оказывается я должен ее сделать в несколько ходов это многоходовая комбинация с чего я начинаю а почему я вот так начинаю то есть не просто опять зазубривать вот эти шаги к умению а осознанно подходить для чего мне нужно разделить слово на послоги вот перед тем как его перенести потому что удобно переносить послога есть возможность ради бога тогда переносит но при этом мы должны помнить то есть вот это по существу тот алгоритм как один из приемов решения учебных проблем вот сейчас я вам его тоже здесь продемонстрировал что еще я о чем хотела сказать сегодня конечно в учебниках мы должны видеть еще и те задания опять на определенных этапах урока где автор просит условно конечно учителя прежде всего и учеников в классе проанализировать способ способ решения той или иной языковой или учебной проблемы вот в данном случае как мне объяснить значение этого слова и предложены три способа какой удобный почему вот здесь нам как профессионалам необходимо конечно очень серьезно подойти вот к этому заданию потому что здесь включается и обязательно звучащая речь то есть устная речь потому что ребенок начинает анализировать сопоставлять и самое главное он в личностном смысле здесь формируется и развивается потому что он соотносит эти способы с тем способом которым он воспользовался больше того он начинает выяснять а какое для него удобнее на будущее предполагая то есть это очень хорошее содержание для формирования умения самоопределиться ну и мотивация к учению конечно здесь для этого все есть система работы по формированию действий самоконтроля она была в наших учебниках достаточно большим содержанием представлена это большие вот эти разделы проверить себя причем это разделы которые ориентированы именно на самостоятельную деятельность для учителя здесь конечно как задача должна быть работа над тем как проверить вот как эту работу организовать то есть мы должны понимать какое из этих заданий идет действительно самостоятельно и они могут взаимопроверить друг друга и для каких заданий может быть создана карточка самопроверки то есть достаточно такой вот благодатный тоже раздел содержание конечно я сейчас очень быстро если позволите пройду вот по еще раз этим обложкам созданных очень хороших пособий тесты просто в том плане что это чуть ли не в режиме онлайн мы действительно можем для себя ну и ребенок естественно для себя родитель определить проблему и даже именно вот то слабое место в тех знаниях которые он не показал по тому или иному разделу языка или по той или иной теме я даю вот просто как образец несколько буквально страниц из тестов первого класса Светланы Юрьевны Михайловой которые как раз говорят вот об этом и специально даю содержание не все конечно только последние странички самих тестов третьего класса и вы видите что здесь у нас есть включаются и итоговые тесты тесты для первого полугодия как итоговый для второго полугодия то есть уже сам формат тестов более разнообразен и также может быть использован уже на разных этапах года класса обучения конечно проверочные работы прежде всего конечно очень хорошо что они у нас идут в соответствии с темами разделами учебника русский язык соотносятся здесь вы видите оценка ребенка и оценка учителя но ребенок оценивает вот предложено здесь да в первом классе оценить легко трудно и очень трудно то есть здесь даже вот я бы не сказала что здесь оценивается именно выполнение здесь больше вот такая она будем говорить эмоциональная оценка оно может быть было трудно но я справился но очень трудно тут понятно что некоторые задания остаются невыполнены то есть я зачем это говорю вы можете как учитель откорректировать какие критерии вы предлагаете для того чтобы ребенок оценил то есть пожалуйста пользуйтесь этим содержанием оценивайте в виде допустим баллов в виде я не знаю каких-то шкал и так далее все это можно сделать или цвет это уже определяет тоже по существу сколько выполнено задание на зеленый нужно выполнить их все а для допустим желтого там их должно быть три и так дальше то есть вы можете подобрать конечно здесь свои уже критерии я даю второй класс и вы уже видите что здесь у нас достаточно задания такие посерьезнее пошли потому что и возраст другой и конечно сам объем материала будет побольше тетрадь учебных достижений здесь в чем особенность и вы уже это видите начинается работа с текстом то есть все темы русского языка по существу ко всем темам предложен текст идет большой раздел большое три задания работа с текстом то есть первое задание вы здесь сейчас видите это на понимание то есть смысловой очки не да то есть мы понимаем содержание этого текста затем уже непосредственно в самом тексте мы должны найти предложение где описание признаков осени это еще более конкретно и третье обратите внимание как идет действительно по возрастающей внимательно ли вы читали текст а вот теперь не глядя в текст ну это понятно что здесь на честность да запиши название деревьев пусть он их запишет на одной строчке а потом найдет название деревьев и запишет их допустим ниже и на дополнительной строке ну вот это работа с текстом и конечно вы видите теперь уже вот два варианта с текстом все поработали и два варианта заданий грамматического характера но самое интересное конечно кроме текста это еще и сведение вот теперь то что нам нужно было то о чем я говорила в проверочных работах нам нужно проанализировать правильность выполнения то есть уровень выполнения то есть уровень сформированности тех или иных планируемых результатов русского языка вот на это тоже обращаю ваше внимание и рефлексия обратите отлично неплохо было трудно то есть а какие задания нужно пройти по всем заданиям своего варианта и подумать где в каких заданиях мне было трудно ну я может быть даже исправился с этим заданием вот такой есть момент конечно учителю нужно выделить время для того чтобы или организовать вот эту аналитическую рефлексивную работу в группе может быть индивидуально в зависимости от того какие дети в вашем классе ну вот это уже конечно второй класс второй класс и тоже вы видите задание первый текст затем задание по тексту и пошли два варианта задания грамматического характера это сайт на который я вас постоянно отсылаю и где можно найти достаточно интересной информации нужной информации полезной информации здесь методички доступны для скачивания на сайте рабочие программы я говорила доступны технологические карты у МК перспектива это одни из лучших технологических карт поэтому пожалуйста посмотрите поработайте с ними вот то о чем говорила электронные приложения также в свободном доступе на сайте ну и конечно электронные формы учебников эта информация останется у вас в презентации и вы можете посмотреть конечно на то что предлагает нам и электронный учебник и вот наконец несколько минут обращаю ваше внимание на то как изменятся наши учебники и по каким направлениям шла доработка и вы видите первое это целеполагание это очень важно мы как учителя практики понимаем что только в том случае эффективная будет работа она будет действительно приносить результат когда она будет осознанной а осознанной она будет только тогда когда ребенок четко понял принял цель и задачи той или иной деятельности и вы видите что будут шмут титулы введены ну и в связи с этим конечно контроль и самопроверка то есть вот эти разделы проверить себя они доработаны для того чтобы нам соотнести шмут титулы и вот этот последний раздел темы проверить себя в плане того достигнуты цели обозначенные на шмут титул решены эти задачи какие задания из раздела проверить себя соотносятся с заданиями шмут титула и вот пока я говорила вы конечно посмотрели еще следующие направления доработки вот вот то что появилось то чего не было и вы посмотрите это второй класс у нас с вами учебник вторая часть первая вот такая тема слово его значение в этом разделе мы узнаем а дальше посмотрите мы будем учиться то есть посмотрите уже наш мут титул и для ребенка и для учителя содержание то есть знание разведены с действиями предметными а может быть даже иногда там у нас наш мут титул и метапредметные действия которым мы будем учиться то есть завершание и действия вот ребенок четко понимает объяснять искать подбирать и потом когда мы по окончании изучения этого раздела будем проверять себя мы обязательно будем соотносить с тем а мы действительно вот этом учились а ты научился а какие проблемы у тебя есть а как ты будешь их решать то есть по существу мы ставим задачи на дальнейшее вот для чего нам нужно вот это целеполагание и соответственно контроль и самопроверка для того чтобы поставить задачи следующего этапа ну когда у нас учебники появятся уже в работе непосредственно я думаю мы с вами встретимся и более предметно об этом поговорим но сразу хочу сказать что вот этим разделом который такой емкий важный ну очень полезный нужно заниматься очень серьезно на каждом уроке а вот вот сейчас мы какую с вами задачу смотрим и они полезли туда и они опять перечитывают вы представляете какую работу это нужно соотнести какое-то упражнение с какой-то вот задачей которая вот здесь у нас обозначена это какая аналитическая работа должна быть сделана конечно это дорогого стоит я считаю что это очень важное и нужное добавление конечно у нас добавлены задания на формирование универсальных учебных действий и вот теперь появляются подобные задания а правильно ли написаны слова то есть проблема обоснуй запиши так исправь а как а какие правила ты при этом вспомни посмотрите 30 да контроль самопроверка по существу учат как себя контролировать то есть ты должен обязательно понимать вернемся еще к предыдущему слову понимать где у тебя опасное место зрительно его видеть потом когда ты пишешь это слово а сначала конечно оно у тебя должно быть при диктовке в голове то есть по существу это вот та работа которая формирует орфографическую зоркость выход за пределы учебных то о чем я говорила ведь это действительно важнейшая составляющая методическая тот прием важнейший который позволяет по существу ребенку находить вот эту нужную информацию еще раз повторю и включать эту информацию в контекст изучаемой проблемы оперировать пока он работает с теми словарями которые у нас в учебнике в четвертом классе мы осуществим выход конечно на большие словари с которыми тоже ребенок должен обязательно встретиться в конце начальной школы для того чтобы быть уверенным пользователем в основной и хочу показать вот вам тут овалом показала вот подобных заданий больше стало в учебнике это конечно очень хорошо не могу не сказать о том что добавлены задания содержания методические вот аппараты я не веду сами задания которые направлены на формирование именно личных личностных результатов то есть это умение себя соотнести это самоопределение конечно это смысл образования это и идентичность твоя вот это вы все видите да вот посмотрите кто полнее точнее опишет не называя этот предмет то есть по существу соревновательный элемент когда обратите внимание работа в паре идет то есть по существу вот эти маленькие мини-групки должны потом соревноваться и слушать слышать принимать замечания корректировать себя практически огромная деятельность вот здесь предполагается и таких заданий тоже достаточное количество добавлено вот это все то что появляется у нас новое сразу ну тут могу обратить внимание и выделила это вот в левом верхнем углу уметь слушать и уметь говорить да вот этот значок слушаем говорим это из азбуки его включили в русский язык это для того чтобы опять вот обозначить то содержание вот тот этап который учитель должен понимать на что он нацелен он нацелен на умение как раз слушания говорения то есть это аудирование чистейшей воды идет очень важное конечно добавление к учебнику ну и вы сейчас видите то чего тоже не было это добавлены ресурсы для организации проектной деятельности по русскому языку и проекты обращаю внимание как вот выражаясь конечно языком молодежи классно здесь все расписано обозначена задача проекта ребята я предлагаю подготовить проект на тему какие бывают предложения тексты и для чего они создаются то есть здесь к нам приехал из другой страны товарищ он знает слов много но он пока не может строить хорошо предложение и создавать тексты он считает что ему достаточно вот просто набора этих слов давайте ему объясним для чего это надо и конечно здесь у нас будет включаться и аммонима и многозначность слова и вот эта вот образность русских слов то есть вот это все будет составляющими данного проекта планирование того как а как это вообще сейчас нам подойти к проекту разделитесь на группы выберите тему и так далее вот точно прям пошагово даны рекомендации по планированию этой работы как поможете вот она форма работы мы будем рассказывать ему мы будем рассказывать выход с выходом на конкретные опять речевые ситуации это могут быть ситуации общения это могут быть форма письменной речи и в каком виде это все будет представлено то есть какая форма отчета а ее выбрать нужно это может быть презентация вот здесь я видя указала стрелочкой а может быть не презентация а может быть это что-то проигранное будет театрализация а может быть это будет в виде некоего коллажа некоего альбома кластер и так далее форм может быть очень много конечно вот я считаю что проекты их это пример тоже второго класса конец года они очень хороши в учебниках Левновой Федоровной вот то о чем я говорил и еще один момент новый каждый раздел обозначен своим цветом я имею ввиду тема каждая тема учебника и вы наверное вот обратили внимание на вот эти новые страницы что они у нас действительно обозначены особым цветом вот говорим слушаем то новое что появилось просто для сравнения условное обозначение старое условное обозначение новое и хочу буквально две минутки уделить отдельным страницам нового учебника чтобы показать как сам урок переработан и доработан на страницах этого учебника и так первый у нас мотивационный этап это введение в деятельность то есть там у нас должно быть название темы да здесь у нас я помню я говорила о пусковом механизме то есть по существу проблема некая должна быть заявлена которая не только там заинтересовывает она действительно позволяет нацелиться и потом отслеживать достижение этой цели то есть мы концентрироваться должны на задаче урока сравниваю вот два учебника один который мы пользуемся это слева другой справа страничка это то что будет и вы видите да сколько слов в русском языке много они сотни тысяч различные словари толковые все слова с несколькими значениями вы видите начала по существу не было проблем не было и вот тут она появляется а почему слово месяц называют часть года и луну на небе а еще если вот это взять и действительно инсценировать то дети задумаются действительно а у нас таких слов достаточное количество так получается что слово может иметь несколько значений и потом вот тот выход на толковый словарь а где можно об этом узнать а оказывается только толковый словарик есть у нас в учебнике и мы можем к нему обратиться видели да само начало другое затем у нас следующий важнейший этап урока это операционно-деятельностный этап там где мы наблюдаем где мы подключаем вот эти схемы таблицы памятки первичные выводы затем выполняем некие задания которые позволяют углубить это знание или наоборот дифференцировать его развести сделать уже выводы действительно на уровне вот этих обобщений правил к правилам выходит ну и конечно включается дополнительный материал по теме и я сразу опять хочу вам предложить сравнить эти страницы посмотрите внизу до этого у нас подумайте что означает слово язык в словосочетание мы пошли вот эти словосочетания затем смотрите рисунки определите что означает слово ручка в таких сочетаниях то есть вообще заменены потому что ручка это удобнее понятнее это то что ребенку ежедневно язык колокола это вообще может быть даже кто-то и даже не имеет об этом представления то есть вот так доработан учебник посмотрите следующий да у нас идет объясни смысл пословицы мы все так же говорим о языке да и вот горлышко сразу да и вот здесь посмотрите а вот только после того как мы поработали с ручкой мы перейдем к слову язык потому что это слово есть в толковом словарике учебника вот так постепенно усложняясь у нас идет вот эта работа ну и конечно посмотрите сравните вот с этого должно начаться действие 55 упражнения ну и последний этап урока это рефлексивно оценочный этап там где даются задания разные по уровню сложности в соответствии с возможностями детей с группами детей в классе и конечно итоговые вопросы ну конечно это для 2 4 класса и обратите внимание насколько опять выгоднее выигрышнее правильнее конечно подан материал в новом учебнике вот это задание 56 упражнения и позволяет и ребенку и мне как учителю отследить так дети могут пользоваться толковым словариком учебника дети поняли что слово может иметь несколько значений как вот пример лисичка и так далее здесь конечно в предыдущем вот тот учебник который сейчас у нас работающий учебник разбили это глагол а глагол это всегда тот сложный вариант который лучше бы оставить на более позднее время и начинает работать с многозначностью с антонимами синонимами аммонимами лучше все-таки на примере имен существительных об этом мы знаем из нашей методики видите как у нас доработаны эти учебники коллеги я видела что по вашему чату что вы были активными участниками нашего сегодняшнего разговора сейчас перед вами контакты если есть конечно вопросы на почту я всегда открыта для обсуждения вопросов сегодня у нас пока не возникло я очень рада нашей с вами встречи я желаю вам успехов и до новых встреч субтитры Продолжение следует...